Ола, ми номер Марина, я живу в Испании. Я не знаю, я правильно сказала или нет, может, вообще. Я не знала вообще язык. И вначале я поехала в Финляндию, там был выбор учить либо английский, ну, как выбор, необходимость. Либо английский, либо финский. Понятно, финский сразу нет, на русском никто не говорил. И у меня была подруга, македонка. Мы с ней просто каждый день кушали, и она меня учила английскому. Просто, типа, это стакан там, это книжка. Вот, и вот за год я уже стала разговаривать, и то есть я уже и тренера понимала, и все. Нет, ну, английский, конечно, быстрее выучить, так как у тебя все равно со школы есть какая-то база. Как-никак, ты знаешь алфавит, там, я не знаю, какие-то слова, там, привет, как дела? Да, у меня был один прикол. Я не знаю, могу тут рассказать его или нет, да? Ну, типа, наоборот, не то, что я не поняла. Короче, мы в тренажерку ходили, и тяжело было делать. Ну, мы ходили 8 утра в тренажерку, мне было тяжело делать, и я всегда говорила плохое слово. Можно говорить его или лучше нет? Ладно, это можно будет вырезать. Типа, я всегда говорила сука. То есть мне что-то тяжело было делать, и я такая, сука. Ну, то есть просто, типа, из-за того, что мне тяжело. И тренер не мог понять, что я говорю, и он подумал, что я говорю сугар, типа, сахар, потому что он тоже по-английски плохо говорил. И он думает, почему я всегда сахар говорю. И он такой, что-то мне говорил, я не понимала, и он такой, окей, это будет твоя новая кличка. И он меня три дня называл сука. Просто три дня. А все с командой смеются, потому что они знают, что это значит. Типа, это сразу, как я приехала, они спросили, какие плохие слова есть. Он меня три дня называет, называет. И вот уже на четвертый день мы опять в тренажерку идем. И он к другой девчонке подходит и говорит, я не понимаю, почему она говорит, типа, сахар всегда, ну, когда это тяжело. А она говорит, типа, не сахар. И он ко мне подходит, говорит, блин, извини, я не знал, что это значит. Я такая, ладно. Я скучаю по русской еде. Я, типа, там скучаю. Когда я там, я скучаю. По селедке. Я иногда хожу в русский магазин, покупаю. Ну, все равно, в принципе, все одинаково едят. Типа, везде есть картошка, везде есть рис. В основном, конечно, разница в готовке, каким способом готовить. Но так в основном. Более или менее мясо. То же самое. В Испании что, если человек едет из России, ты скажешь, обязательно попробуй что? Картофельную запеканку. Такая там есть тортилия до патата. Да. Ну, мне она просто нравится. Ну, всякие тапосы, типа, такие бутерброды. Сек, рыбка. Вино, пиво. Ладно, это вырежем. У нас мы ходили в горы командой гулять. Вот, в Испании. И потом мы в парке остановились. И мы не пели, но там, короче, как конкурсы такие были. То есть у меня было такое то, что я должна была показать, что значит смайлики там разнообразные. Типа, на своем лице. И они должны были понять, что это. Ну, и так, там у нас человек шесть новых было. И все что-то делали. Ну, разно. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то там. Ты как смотришь? Да. Потому что я не могла говорить ничего. И петь тоже их песни. Было такое, то, что они пытаются тебе помочь. Ну, типа, они понимают, наверное, то, что тебе тяжело. Они пытаются тебе помочь. Ну, там просто культура другая, допустим. Там всегда даже все у друг друга спрашивают, типа, как дела? Ты вот пришел, ты можешь, типа, два раза в день тренироваться вместе, но они все равно у тебя спросят, как дела там. И, то есть, если ты не здороваешься, ну, типа, ты утром прошел, у тебя настроения нет. И, типа, ты не сказал привет, и все, на тебе так... Типа, ты не дружелюбный, а не они. Блин, мне кажется, наверное, у нас такое есть то, что мы думаем, что о нас очень много думают. Но на самом деле нет. Ну, типа, они вообще на лайте живут. Наверное, насчет Путина. Типа, вот я... У нас один физиотерапевт, он меня Путин называет, потому что я из России. Я говорю, я не Путин. Он такой, ты будешь Путин. Окей. Так, боленки. В кино я не могу ходить, так как я не понимаю. Это сразу минус. В бильярд мы ходили, ну, иногда. В горы тоже ездили гулять, просто. Типа, там это популярно. Ну, вот, когда я жила в Испании, я там нашла себе русских друзей. И, типа, с ними время проводила. Ну, в свободное время. Так, с командой. Вот. Но сейчас еще... Потому что коронавирус, все дома. Ты никуда не сходишь, все закрыто. Даже кафе закрыто. То есть, максимум, это природа. Ну, типа, все типично. Там, пугают друг друга, когда кто-то заходит. Там, какие-то маски. Типа, с тренером тоже было такое то, что... Один раз мы над тренером решили пошутить, потому что он над нами шутил. Ну, он там всегда наш бутс там завязывал, что-то куда-то прятал. И перед выездом мы его велосипед спрятали в душевой. И эту игру мы проиграли. И мы вернулись ночью. И он был вообще суперзлой. Он не мог найти свой велик полчаса. Просто там на нас. Я не знаю, что он говорил. Что-то плохое точно. И ему потом уже просто вынесли, потому что он был очень злой. Наверное, все-таки у тебя должен быть какой-то язык. Хотя бы английский. Ну, в любом случае, чтобы ты мог общаться. И... Оп. И... Не знаю, быть более открытым. Потому что мы все равно такие более закрытые. И это мешает тебе самому адаптироваться. Потому что, когда даже тебе кто-то хочет помочь, иногда из-за того, что ты закрытый, тебе тяжело принять даже эту помощь. Мастер-Скровь. И... Субтитры сделал DimaTorzok Следующий раз. УДА步 – А. implement caution об опасно важность.